От договора дарения до обвинений в суде. Юрист один из главных контактов в записной книжке. Они герои фильмов и книг. В их портфолио семейные конфликты, завещания и громкие дела. Пока существуют государство, конституция, кодекс и право, адвокаты и нотариусы без работы не останутся. Наши деятельности действительно лицензируются в Министерстве инвестиций Республики Беларусь. И все адвокаты, как я уже говорила, они осуществляют профессиональную деятельность и оказывают юридическую помощь гражданам на профессиональной основе. То есть это юристы, которые специализируются по вопросам оказания помощи физическим и юридическим лицам, которые могут представлять ваши интересы в суде на предварительном расследовании. До похода к юристу любому человеку нужно знать ряд простых правил и использовать их в жизни. Первая рекомендация от адвоката – хранить все документы, справки и чеки не менее трех лет. Показательность здесь следующий пример. Иногда у нас разводятся супруги и остаются непогашенными какие-то кредиты. Либо развелись, один ушел, а второй супруг платит кредиты коммунальные. И рано или поздно возникает вопрос раздела совместно нажитого имущества. И в том числе немногие из наших клиентов знают, что можно взыскать долю тех коммунальных платежей или долю кредита, которые один из супругов оплачивал после расторжения брака за счет собственных средств. Еще один совет – расписка. Если вы даете деньги в долг или проводите какие-то работы на сумму больше 290 рублей, обязательно закрепите договоренность письменно. От 10 базовых нельзя подтвердить свидетельскими показаниями. Ну и, конечно, в любой спорной ситуации заранее обращайтесь к специалисту. Дабы не столкнуться с ситуацией, когда вас уже вызывают в суд, и суд у вас назначен очень-очень-очень близко по времени, и нет времени подготовиться проконсультироваться. Есть и несколько советов в преддверии Нового года. К примеру, если вы собираетесь вручить кому-то дорогостоящую вещь, лучше всего оформить ее договором дарения, либо сделать надпись на упаковке или гарантийном чеке. Это поможет избежать спорных ситуаций. Из опыта могу рассказать, что очень часто бабушки дарят внукам, внучкам дорогие мобильные телефоны, дорогие фотоаппараты, дорогие ноутбуки. А потом, когда возникают вопросы раздела совместно нажитого имущества, некоторые супруги начинают делить, в том числе и то имущество, которым пользуются дети. Перед тем, как идти к юристу, соберите все необходимые бумаги. Не забудьте удостовериться, что выбранный специалист работает с вашими вопросами. Если вам придется идти в суд, то обращайтесь к адвокату. Если же дело в завещании или ином документе, это нотариус. Кроме того, когда вы записываетесь на консультацию, на прием, и вы начинаете, скажем так, уже пришли, начинаете работать с адвокатом, с нотариусом, обратите внимание, что очень важно все-таки, чтобы вы доверяли адвокату, нотариусу, юристу, с которым вы работаете. В работе любого юриста есть случаи, которые надолго остаются не только в записях, но и в памяти. Своего рода необычный опыт. Самый необычный случай, если мы коснемся именно гражданских дел, например, дел, связанных с разделом совместно нажитого имущества, я очень хорошо помню дело, когда одним из объектов раздела совместно нажитого имущества выступал кот, то есть домашнее животное, домашний питомец. Его приобретали в питомнике, у него было очень шикарное родословное, но самое главное, когда возник вопрос раздела, не цена имела значение, а истец и ответчик, и бывший супруг, и бывшая супруга настаивали на том, что они хотят получить этого питомца исключительно из-за личной привязанности. Было приятно все-таки то, что стороны смогли прийти к компромиссу по всему объему совместно нажитого имущества, в том числе в отношении домашнего питомца. Было заключено мировое соглашение, но я прекрасно помню, как каждая сторона представляла фотографии с домашним питомцем, какие условия готова создать, на самом деле было очень интересное дело.